МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Уже шестые сутки мордовская полиция разыскивает двух молодых людей, которые жестоко избили посетителей ночного кафе, расположенного на улице Лихачева в Саранске. Шокирующий инцидент, который запечатлели камеры видеонаблюдения, установленные в развлекательном учреждении, произошел в ночь на 6 апреля. На кадрах видно, как двое обезумевших парней один за другим избивают руками и ногами мужчину. Как позже выяснилось, потерпевший едва не лишился жизни просто потому, что разнял дерущихся девушек. В кафе отдыхали две компании, проводили время. Между девушками произошел конфликт. Словесная перепалка в итоге переросла в драку. Один молодой человек из компании, который в итоге пострадал, начал разнимать. В итоге девушка нанесла удар по лицу пострадавшему. После этого уже молодые люди, так сказать, противоборствующие компании, вступили в схватку. Как бы удивительно ни прозвучало, но к этой драке персонал кафе отнесся вполне спокойно. Пока человека били, они попросили одного из подозреваемых расплатиться за еду. Впрочем, все стало понятно, когда нашей съемочной группе удалось посетить заведение. Бармен пояснил, что для них это более чем привычная ситуация. А ранее такие ситуации были в нашем кафе вообще? Каждый день такие ситуации вызывают. Мы делаем, мы делаем, мы делаем, мы делаем, мы снимаем, а там снимаются. Несмотря на то, что никто из присутствующих в кафе даже не попытался подойти и успокоить дебоширов, были все же неравнодушные, которые хотя бы вызвали сотрудников полиции. Вот только задержать парней не удалось, и вместе со спутницами удалось скрыться до прибытия экипажа вне ведомственной охраны. Впрочем, бегать долго у подозреваемых вряд ли получится. МВД бросило лучшие силы оперативников на розыск и задержание нападавших. У сотрудников полиции есть информация, которая сейчас проверяется, есть подозреваемые. Я думаю, что эти люди в скором времени задержаны. Жители Мордовии могут тоже помочь правоохранителям. Если вы знаете, где сейчас находятся эти молодые люди, сообщите по телефону 102. Елена Антошкина, Александр Данилов, происшествие 10 канал. Она хотела проскочить и сцепила задом. Проскочить на красный или как? Получается, что да. Поторопившись, 30-летняя автоледи по предварительной версии стала виновником ДТП, которое произошло около 9 часов утра в Саранске. И тем, кто в это время спешил на работу, пришлось провести в пробке гораздо больше времени. Авария произошла в центре Саранска на перекрёстке улиц Пролетарская и Коммунистическая. Водитель, девушка 86-го года рождения, управляя автомашиной Дэйл Матис, не предоставила преимущества в движении и совершила столкновение с автомашиной Хюндай, которую управлял водитель 62-го года рождения. В момент произошедшего в обоих автомобилях находились лишь водители. И несмотря на то, что после столкновения Матис приземлился на крышу, авария закончилась для девушки без серьёзных последствий. На место происшествия выезжала бригада скорой помощи, но госпитализация не потребовалась. Водитель автомобилю Хюндай рассказать, как попал под удар, не захотел. Вашу машину ведь ударили, да? Скажете нам буквально немножко? Не буду ничего говорить, девушка. То, что день для Матиса не задался, после обеда показали пользователи социальных сетей. В паблике «Привет, сейчас Саранск» появилось фото с эвакуатором, который перевозил Дэо. Недорожник тоже попал в аварию. Правда, она была механической. Это тоже понедельник и тоже Саранск. Около трёх часов ночи поездка для 32-летнего водителя «Девятки» завершилась аварийной остановкой на улице Победы. По предварительным данным, мужчина выехал на обочину дороги и врезался в дерево. А после наезда опрокинулся в кювет. Избежать травм не удалось ни водителю, ни двоим его пассажирам. В результате этого дорожно-транспортного происшествия травмы получили сам водитель, а также двое пассажиров автомашины. Это молодые люди 85-го и 86-го годов рождения. Все они с тяжелейшими травмами были доставлены в одно из лечебных учреждений республики. Был ли водитель «Девятки» трезв, покажет экспертиза. У него взята кровь на анализ. Этот участок дороги и растущие на обочине деревья уже становились местом, похожего как две капли воды ДТП. 2 сентября прошлого года еще одна вазовская «Девятка» протаранила дерево. 28-летний пьяный водитель не смог справиться с управлением, в результате чего и произошло столкновение. Тогда, несмотря на сильные повреждения автомобиля, и водитель, и четверо пассажиров отделались лишь испугом. Первые теплые выходные апреля заставили выйти на дороги мотоциклистов. На улицы и трассы выехали не только экипированные наездники железных коней, но и парни из деревни. Эти кадры были сняты в Ромодановском районе в субботу. Два мотоцикла, три наездника и ни одного шлема. Первые ДТП с участием мототехники в этом сезоне дорожные полицейские зарегистрировали в Дубенках. 10 апреля около 9 часов вечера 20-летний студент, находясь за рулем мотоцикла «Восход», совершил наезд на 40-летнего местного жителя. Госпитализировали обоих, но позже мотоциклиста отпустили домой. А это фото уже столкновений мотоцикла и легковушки в Саранске. К счастью, экипировка наездника помогла избежать травм. Дарья Аберясева, Александр Данилов, Происшествия, 10 канал. Прибывшим на вызов сотрудниками пожарно-спасателей части номер 4, было создано два звена газодымозащитников и спасено 8 человек из соседних квартир. Площадь пожара составила 40 квадратных метров. Благодаря грамотным действиям пожарных удалось избежать гибель и травматизма и не допустить дальнейшего распространения огня. В результате пожара уничтожена внутренняя отделка квартиры и имущество. С предварительным данным причиной сгорания могло послужить короткое замыкание электрической проводки. На данный момент проводится проверка. Сергей Толмаев, заместитель начальника отдела надзора деятельности профилактической работы Розаевского муниципального района. Снег в республике сошел и вместе с собой обнажил весенние проблемы. Это сухая трава и старый мусор, которые могут стать причиной крупных пожаров. Ежегодно весенний летний период жители региона сами провоцируют возгорание, пытаясь убраться на территории своего частного дома. Казалось бы, совершенно благое дело в некоторых случаях приводит к плачевному результату. С кучей мусора с участка могут исчезнуть и надворные постройки, и даже жилые дома. Несмотря на постоянные предупреждения сотрудников МЧС и призывы соблюдать правила пожарной безопасности, в Мордовии уже стали активно фиксироваться случаи пала сухой травы. Только за минувшие выходные 9 и 10 апреля пожарным пришлось более 60 раз выезжать на тушение горящего сухостоя. Общая площадь возгорания за эти два дня составила 62 гектара. Это можно сравнить практически с площадью 90 футбольных полей. Ветреная погода только усугубляет ситуацию, позволяет пламени в считанные минуты распространиться на несколько сотен метров. Один из случаев человеческой, а точнее подростковой халатности, в результате которой пострадала 15-летняя девочка, и едва не сгорел дом, произошел 10 апреля в селе Шеренгуши Зубово-Полянского района. Девушка 2000 года рождения подожгла углодом сухой мусор. Из-за сильного резкого ветра пламенем опалила девушка. Затем огонь начал стремительно распространяться на большую площадь. Пожарным удалось спасти дом, но в результате неосторожного обращения с огнем, 15-летняя девушка получила ожоги 10% тел. В этот же день огонь охватил открытую территорию неподалеку с поселком имени Гагарина в Саранске. На общей площади 3000 квадратных метров. Пламя угрожало жилым домам и кладбищу, расположенному в населенном пункте. В связи с тем, что возгорание произошло не в поселке, существовала трудность с подачей воды. Поэтому для тушения в таких случаях пожарные используют специально придуманный инвентарь. Приспособление носит неофициальное название «хлопушка». В МЧС по Мордовии напоминают, что в случае пожара и причинения имущества граждан материального ущерба человеку, по чьей вине произошло возгорание, придется заплатить штраф в размере 250 тысяч рублей. И более того, он будет привлечен к уголовной ответственности. Поэтому пожарные настоятельно рекомендуют собирать мусор в мешки и утилизировать вместе с твердыми бытовыми отходами. Елена Антушкина, происшествие 10 канал. Четвертый отдел полиции Саранска по подозрению в совершении кражи разыскивает Иванова Максима Борисовича, 1990 года рождения. Граждан, обладающих информацией о местонахождении Иванова, просьба сообщить по телефону 29 77 44 29 77 01 или 102. Четвертый отдел полиции Саранска разыскивает подозреваемого в краже джойстика от игровой приставки из магазина электроники, расположенного по улице Миронова. Если вам что-либо известно о личности или местонахождении подозреваемого, просьба сообщить по телефону 29 77 01 29 77 09 или 102. Розаевская полиция по подозрению в совершении кражи виски из супермаркета разыскивает женщину, которую вы видите на своих экранах. Приметы подозреваемого роста 160 165 сантиметров среднего телосложения была одета в светлую шубу, меховую шапку, черные сапоги. Всем, кто располагает какой-либо информацией о личности или местонахождении, разыскиваемые просьбы позвонить по телефону в Розаевке 403 70 403 89 или 102. Большая Березняковская полиция разыскивает без вести пропавшего Толоконцева Александра Александровича 1993 года рождения, который 15 ноября года утром выехал из Саранска на своей автомашине в райцентр, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно. Приметы Толоконцева. Рост 165-167 сантиметров среднего телосложения, волосы светло-русые, короткие глаза серо-голубые. Был одет. Шерстяная кофта крупной вязки серого цвета с капюшоном, штаны спортивные темно-синего цвета, кроссовки зимние серо-синего цвета с белыми вставками. Граждан, обладающих информацией о местонахождении Толоконцева, просьба сообщить по телефону в Больших Березняках 2 23 70 2 13 74 или 102. Большие неприятности начинаются с маленькой дистанции. Держи дистанцию. 105 и 6 FM 105 и 6 FM Милицейская волна Пожарная охрана в городской стороне. Что случилось? Пожарная охрана в городской стороне. Пожарная охрана в городской стороне. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok